Светлое пасхальное богослужение началось вечером в субботу во всех церквях городского округа Пушкинский. Сотни верующих целыми семьями пришли в храмы, чтобы принять радость воскрешения Христа. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов и его заместители посетили службы в Тройском храме города Пушкина, в Смоленском храме в Ивантиевке и в храме Александра Невского в Красноармейске. И каждый храм, который сейчас мы знаем, который мы видим, который мы из всех православных церквей мира, совершает это знаменательное событие. Праздник этот сей приурочен к воскресению Христову. Смерть Христа, которая была на кресте за наши грехи и наши гради спасения, завершилась воскресением его плоти человеческой. И, конечно же, воскресением его как победа над смертью вечной, победа над смертью духовной. Более чем два месяца ожидания. За три недели до Великого Поста была подготовка к нему. После сам пост и Страстная Седмица. Неделя, когда церковь сострадает мучением Христа. Церковь не просто вспоминает предательство, распятие, смерть, а принимает участие и страдает вместе с Христом. На Страстной неделе верующие убирали дом, пекли куличи, стряпали Пасхи и красили яйца. После несли яство на освящение. Теперь радость. Я очень рада, что я пришла сюда, потому что здоровье уже не такое хорошее, как раньше было. Я очень благодарна была. Большой, значимый праздник для всего, вообще для всего. Надо молиться, как вы сами знаете, чтобы все было хорошо у нас, чтобы не было времени. Христос воскресе! Боисти на воскресе! Христос воскресе! Боисти на воскресе! Этих слов православные христиане ждали с начала Великого Поста. Христос воскрес и даровал жизнь вечную. И православные христиане радуются этому событию уже два тысячелетия. После праздника – светлая седмица, когда можно продолжать делиться радостью и даже звонить в колкала. Христос воскресе! Анастасия Спирина, Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.